Девушки отдыхают Девушки отдыхают Подробности рассказал сегодня заместитель главы администрации Александр Шатунов. Накануне он побывал на переговорах с вице-президентом РЖД Александром Мишариным. Реконструировать вокзал будут пополам за средства округа и РЖД. Заниматься этим будет созданная специально для этого компания. От ЮГРы вопрос курирует заместитель губернатора Дмитрий Шаповал. То, что это необходимо, это да, все это признают, это признает и губернатор, это признает, соответственно, глава. Наша задача со стороны администрации города, во-первых, сделать все возможное, чтобы этот проект не затормозить, то есть никаких чиновничьих препонов не ставить, но я думаю, что в этот вопрос не встанет. И привлечь инвесторов именно на второстепенный бизнес, это там гостиничный бизнес. А в Торгово-промышленной палате прошла рабочая встреча, которую посвятили инвестициям в реконструкцию железнодорожного вокзала. Во сколько обойдутся ремонтные работы ворот Сургута и когда город получит новый объект? Тему продолжит Дмитрий Подлесной. Железнодорожный вокзал Сургута построили в 1984 году. Его проект создали и того раньше, в 60-х годах прошлого века. Речь о реконструкции объекта, который, очевидно, необходимо, ведется уже 15 лет. И только несколько месяцев назад удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Вопрос этот поднимался. Значит, мы договорились с субъектом федерации, что рассматриваем это как совместный проект, и по этому совместному проекту будем вырабатывать соответствующие решения вместе. Сейчас главное, чтобы финансовые трудности, которые испытывает страна, не стали помехой. Процесс проектирования должен занять где-то полтора-два года. Опыт прошлых кризисов показывает, что как раз-таки к этому времени ситуация начинает улучшаться. Поэтому мы не должны тратить и пропускать, думая о каких-то вещах, вот это время. Нам необходимо двигаться. Тем более для проектирования необходимо не так много средств. Общая стоимость реконструкции и строительства новых секций Сургутского ЖД вокзала составит от полутора до двух миллиардов рублей. Часть денег в благое дело предлагается инвестировать частным организациям. Предполагается строительство конкорса. Это выход, это практически второй вокзал. Вот это выход на платформы, закрытый выход. Размещением там и торговых точек, и залов ожидания. Будет реконструировано вот это существующее здание вокзала. Однозначно платформы будут в крытом исполнении. Будет спроектирована практически новая привокзальная площадь. Крытая стоянка для автомобилей. Вице-президент компании РЖД Александр Мишарин ранее уже поручил разработать механизм по улучшению и преобразованию железонарожных ворот Сургута и всего транспортного узла. Первые шаги сделаны и со стороны округа. Для этих целей создадут акционерное общество. Его учредителями станут правительство Югры и российские железные дороги. Они внесут по 150 миллионов рублей, создав таким образом уставной капитал. Неделю назад буквально прошло совещание, видеоконференция между УАО РЖД, Свердловской железной дорогой, правительством округа и администрацией города Сургута, на котором также были определены основные этапы и ближайшие мероприятия, которые необходимы для создания акционерного общества в целях проведения работ по реконструкции железнодорожного вокзала. Встреча с инвесторами была первой. У кредитных организаций еще есть время, чтобы принять решение о своем участии в проекте. Однако его может оказаться не так много. Если все договоренности перейдут в плоскость реализации быстро, Сургут уже в ближайшую пятилетку может получить новый вокзальный комплекс. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут интерновости. Рейтинговое агентство «Эксперт РАП» подтвердило рейтинги высокой кредитоспособности авиакомпании «ЮТЕР». Специалисты связывают этот анализ с решением акционера-перевозчика о выделении без малого 14 миллиардов рублей на погашение долгов. Отмечу, что основным владельцем пакета акций «ЮТЕР» является негосударственный пенсионный фонд компании «Сургутнефтегаз». В конце сентября стало известно, что авиаперевозчик испытывает серьезные трудности с привлечением финансовых средств и может уйти с рынка. Также обсуждался вариант с передачей авиакомпании под управление аэрофлоту. В Сургутском аэропорту упростили систему таможенного контроля. Теперь пассажиры могут самостоятельно выбирать между красным и зеленым коридорами. Пройти международный контроль по упрощенке смогут люди, которые не везут с собой вещи, необходимые к декларации, а также сумму денег больше 10 тысяч долларов США. Красный коридор, в свою очередь, является обязательным для тех, кто везет товары, которые подлежат таможенному декларированию. В данном случае мы ускоряем прохождение процедур таможенного контроля и осуществления таможенных операций. Для аэропорта это имеет решительное значение. Коммунальные войны продолжаются. Только обращение в департамент городского хозяйства помогло жителям одного из домов Сургута оборудовать мусорную площадку. А в Сургутском районе огромную кучу хлама не вывозят уже несколько недель. Управляющая компания «Единая» обслуживает дом на Меликарамова всего один год, но жильцы уже недовольны. Поэтому хотят образовать товарищество собственников жилья. Проблема вся в том, что они не исполняют свои прямые обязанности, как управляющая компания. Нас не устраивает то, что мусоросборник, который они нам поставили за нашим домом, к нему невозможно подойти без сапог. И это еще не все. Жильцы постоянно обращаются к «Единой» – утеплить дом, отремонтировать трубы, привести в порядок мусорные баки. А ВОЗ и ныне там. Многие возмущены такой работой управляющей компании, а некоторые собственники настаивают на непосредственном управлении. Чтобы никто не был должен, чтобы каждый отвечал сам за себя, а с неплательщиками работали не управляющие компании, а чтобы работали ресурсоснабжающие организации. Управляющая компания заявляет, во время появления мелких неполадок все силы были брошены на более важные коммунальные дефекты. Но спорные вопросы с жителями решать все-таки планируют. Путем диалога, путем исправления их замечаний и улучшать работу в соответствии с их предложениями. Пока коммунальщики исправляют проблемы путем диалога, собственники жилья отправили письмо в департамент городского хозяйства с просьбой выяснить, почему «Единая» не хочет выполнять свою работу. Похожая ситуация и в Солнечном. В одного из домов на Таежной улице образовалась куча мусора. «Эта куча находится как бы давно. Давно находится. И над ней, мы как видим, могут быть тяжелые железные предметы. Управляющая компания, мы здесь и никого не видим». Коммунальщики запустили в доме мусоропроводы и убрали контейнеры. Получается, крупногабаритные отходы деть некуда. Управляющая компания мусор не вывозит и на вопросы людей не отвечает. Администрация Солнечного в курсе проблемы, но помочь ничем не может. «Мы неоднократно обращались. Телефонные звонки и письменные обращения были по наведению порядка. Но, к сожалению, реакция не та, какая хотелось бы». Пока управляющие компании бездействуют, люди вынуждены заниматься ремонтом и содержанием своих домов самостоятельно, продолжая оплачивать квитанции, которые, кстати, всегда приходят вовремя. Артем Высоцкий, Ольга Нахаева, Светлана Стебенькова, Фарид Исмаилов, Сергей Колотов, Гамзат Магомедов. Сургут. Интерновости. Крупный пожар произошел в среду утром в Сургуте. Черный столб дыма видели жители всего города. Горел магазин стройматериалов, строительный двор. На месте работала наша съемочная группа. Вместе с первыми заморозками в Сургуте произошел и первый крупный пожар. Около 8 часов утра среды на улице Монтажная загорелся склад магазина стройдвор. Сообщение о возгорании склада в магазине строительный двор поступило на пульт пожарной охраны в 7 часов 40 минут в среду. На место вызова сразу же были стянуты подразделения службы огнеборцев. Сразу автоматические отделения были высланы по повышенному номеру вызова номер 2. По прибытию первых отделений сразу было установлено, что в здании плотное задымление. В последующем произошел выход огня на кровлю и был увеличен ранг пожара до вызова номер 3. Все сотрудники компании оперативно покинули территорию горящего здания еще до прибытия пожарных служб. Мы тоже не знаем. Вас не было здесь на месте? Нет, он с утра начался. На вас там применил? Ну, примерно пол-7-го было, пол-8-го. Там здания не сочинали людей? Нет, людей все на улице вишли. С утра работали, как начали, 7 часов нормально. И у нас вон склады. Мы оттуда просто пришли, нас оттуда, как бы свет отключился, пошли смотреть все. Сотрудники предприятия старались спасти из огня все, что можно унести. В первую очередь документы и оргтехнику. Документы вынесли. Все вынесли или еще осталось? Не знаю, там только что было, взяли. Там помещение сильное? Нет, здесь нормально. А тут в сторону. Магазин? Там пока горит, дымит все. Открыто сверху, пока внутри нет. В ликвидации ЧП принимали участие сотрудники Сургутского гарнизона противопожарной службы и бригады аэромобильной группы из специализированной части по тушению крупных возгораний. Справиться с огнем удалось спустя 2 часа почти в 10 утра. Площадь возгорания по кровле примерно 700 квадратных метров. Повреждения внутри объекта оцениваются площадью в 800 квадратов. По внутреннему, потому что там находились стеллажи со стройматериалами, здание частично, капитально, частично состоит из сэндвич-панелей. Также находилось лакокрасочное изделие, которое довольно-таки интенсивно горели. Пожар привел к частичному обрушению той части здания, которая состояла из сэндвич-панелей. Они полностью выгорели. Кроме того, во время ликвидации огня внутри помещения происходили громкие хлопки, похожие на взрывы. Из-за высокой температуры и открытого огня внутри магазина взрывались банки с лакокрасочными изделиями. В результате одного из самых крупных и сложных пожаров в этом году никто не пострадал. Человеческих жертв во многом удалось избежать, потому что возгорание произошло до открытия магазина строительных материалов. По одной из версий причиной могло стать короткое замыкание проводки под кровлей здания. Дмитрий Курковец, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости. Славим человека труда. В Югре состоялся заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди машинистов-экскаватора. Этот проект реализуется при поддержке аппарата полпреда президента России. В соревнованиях приняли участие 10 лучших по профессии со всего ОРФО. Все они профессионалы как минимум четвертого разряда. Без замечаний на производстве аттестованы комиссии Ростехнадзора. И даже им перед теоретическим конкурсом нужно было ответить на рабочие вопросы. Например, допускается ли эксплуатация экскаватора, если он не прошел обкатку. Единственное, что есть те люди, которые не смогли правильно ответить на все поставленные вопросы. В теоретической части было 8 вопросов. Нужно было сдать, ответить правильно на 7 минимум вопросов. По правилам соревнований, те участники, которые ответили только на 6 и меньше вопросов из 8, к практике допущены быть не могут. Организаторы считают, что проблем из-за этого на работе у ямальцев не будет. Ведь, возможно, специалисты просто переволновались. А представители Тюменской области и Югры, плюс команда Сургутнефтегаза, продолжили гонку. Практика – это всегда зрелище. Нужно было сначала ковшом сдвинуть колышек, не задев землю. Далее им же сложить стопку брусьев, так, чтобы получилась устойчивая лесенка. Затем поставить, как было. Все задания выполнялись на время. Кто не успел, получил штрафные баллы. И заключительный этап – погрузка песка в кузов автомобиля. Зачерпнуть полный ковш, полностью развернуть экскаватор, загрузить. И так 4 раза. Важно ничего не просыпать. За действиями конкурсантов пристально следили их группа поддержки. За нефтегазовского работника Ильгиза Ибрагимова пришли болеть жена и ребенок. Болею и душой, и мысленно, и морально. Хороший работник, он участвовал в июльских конкурсах тоже. Сургутнефтегаза тоже получил второе место. Дамир Хайрулин работает на экскаваторе всего полтора года. В конкурсе «Славим человека труда» участвует впервые. Однако, молодой сотрудник уверен в себе. Уж очень ему нравится то, что он делает. В основном ничего тяжелого. Просто волнение чуть-чуть присутствовало. И все, так все нормально. Да, я считаю, что со всем справился. По мере возможностей своих старался. Увы, Дамир стал лишь седьмым. А вот Ильгизу Ибрагимову профессионализм и энергия своей семьи помогла. Он стал победителем конкурса «Славим человека труда». Представители Сургутнефтегаза в этот день заняли весь пьедестал почета. Екатерина Любешева, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. В Сургуте прошли чемпионаты первенства «Югры» по армспорту. Лучшей командой по итогам соревнований стала сборная нашего города. Подробнее расскажет Татьяна Расторгуева. Егор! Стоп! История развития армрестлинга в России, даже несмотря на то, что это древнейший вид спорта, достаточно молода. Широкое распространение он получил только в 90-е годы прошлого века. А сейчас борьба на руках пользуется большой популярностью во всех частях света. Сейчас армспорт вышел на более такой высокий уровень. Несмотря на то, что он не олимпийский вид спорта, мы все равно как бы выдерживаем рамку зрелищности, привлекательности спорта. У нас теперь всегда очень все дисциплинировано. То есть соревнования четко проходят. Четко прошли и чемпионаты первенства Югры по амрестлингу. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов не только из Сургута и Сургутского района, но и из Мегиона, Нижневартовска, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского районов. Турниры стали уже традиционными и место их проведения не случайно. У нас ежегодно проходят по нашему виду данные соревнования в городе Сургуте, так как большинство занимающихся хмао-югры являются нашими сургутскими спортсменами. Александр Бевза занимается армрестлингом уже четвертый год. Говорит, что попал в секцию совершенно случайно. Сейчас он кандидат в мастера спорта, хотя особых достижений в своей боевой карьере не видит. Но это только пока. На ближайший год Александр уже поставил себе цель пробиться на чемпионат России, а потом Европы и мира. Пока же в первенстве чемпионата Югры определились первые победители, которые и будут представлять наш округ на соревнованиях УРФО в ноябре. В общекомандном зачете на первое место вышел Сургут. Спортсмены из Сургутского района оказались на второй ступени пьедестала. Армрестлеры из Мегиона заняли третье место. Татьяна Расторгуева, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости. Завершит выпуск коммерческая информация. У нас на этом все. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Уже 13 лет компания Телеплюс предоставляет жителям Сургута и Сургутского района услуги интернета, IP-телефонии и IP-телевидения. Сегодня компания Телеплюс предлагает своим абонентам не только множество каналов в цифровом качестве, но и возможность посмотреть любимую передачу в любое удобное вам время. В течение недели многие каналы записываются. То есть мы получаем программу передач и по временную разбивку. То есть если вы опоздали, допустим, для посмотра какого-то фильма, можете зайти в историю программ и любой фильм в течение недели посмотреть. Вы можете поставить на запись. То есть мы предоставляем дисковое пространство. Информационная безопасность детей теперь под защитой Телеплюс. Еще одно преимущество IP-телевидения – возможность установить возрастные ограничения на программы. В нашем теле не реализована функция ограничений по возрасту. То есть вы как на компьютере заводите пользователя, например, для ребенка в детской, ставите ограничения по возрасту. И все передачи, которые имеют значок 16+, они будут закрыты. Более того, все программы, которые были записаны с индексом 16+, ребенок их просто в плейлисте не увидит. Также там 12+, 16, 18+, эти ограничения вводите. Для просмотра любимых каналов в отличном качестве необходимо установить специальную приставку. Для того, чтобы пользоваться услугами этого IP-TV, необходимо приобрести вот такую приставочку. Цена ее 2600 рублей приобретаться с компанией. То есть имея подключение к компании Телеплюс, приобретя эту приставку, вы получаете весь набор этого телевидения просто в подарок. Пользоваться услугами Телеплюс может каждый. Технические возможности компании позволяют обеспечить качественным интернетом и телевидением жителей Сургута, Белого Яра, Солнечного, Барсова, Федоровского и Лентора. Тем более, оставить заявку на подключение очень просто. Это практически весь город. Необходимо отметить, что летом этого года компания Телеплюс запустила в эксплуатацию несколько новых микрорайонов. Для того, чтобы оставить заявку на подключение, необходимо обратиться на наш сайт www.телеплюс.ру, либо позвонить нам по телефону 3пятерки-три-ноля. К слову, услуга IP телевидения достается в подарок всем клиентам, подключившим интернет от Телеплюс. Фитоцентр Просковья приглашает принять участие в акции «Восстановить свой организм перед осенней непогодой». Процедуры фитожара улучшат обменные процессы, активизируют подвижность суставов и функции сердечно-сосудистой системы, повысят иммунитет. В продаже подарочные сертификаты. Город Сургут, улица Республики, 78А. Звоните 24 24 14. Каждое утро у нас на столе свежее молоко. Я люблю свою деревню. Першинское молоко. Пить полезно, жить легко. Началась стройка или ремонт? Торговый мир ждет вас! Огромный выбор инструментов и оборудования для строительства и отделки. Товаров для дачи в магазине «Торговый мир». Приезжайте, улица Базовая, 15. Звоните 23 67 00. Потрясающая меховая история от салона кожи и меха «Челси». Греческие шубы из норки, лисы, соболя, куницы и ласки. Кожаные куртки и дубленки производства Турции. На изделия из кожи скидки до 50%. Действует рассрочка. Приходи в «Челси». Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. И о погоде на 9 октября. Здравствуйте, в студии Елена Оливанова. Шубки от салона меха и кожи с олени коллизиони. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Желези». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Желези». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Улица Гагарина, 8. Улица Лермонтова, 11-5. В среднем приубье в ночь на четверг еще отзовется уходящий циклон. Местами пройдет небольшой снег. А уже днем скажется антициклон и постепенно распогодится. Ночью в Сургуте окрестностях облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Направление ветра северо-западное 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 7. Утром переменная облачность без существенных осадков. На столбиках термометров от 0 до 3 градусов мороза. Днем с прояснениями осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура минус 3, плюс 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» – большое поступление мужского и женского ассортимента из Германии и Финляндии. В течение дня солнечная активность и меряное геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 миллиметра ртутного столба. Теплее одевайся! Раз, два! Теплые наряды для игр и радости уже в «Карапузе». Новые, модные, стильные, удобные! Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика «Комфорта». Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Осеннее предложение от фабрики «Комфорта». До 15 октября наши услуги в два раза дешевле. Салон меха и кожи «Солени Коллизионе» предлагает коллекцию нового сезона для мужчин и прекрасных дам. Стильные вещи и приятные цены порадуют вас. Приходите за покупками в торгово-развлекательные центры «Вершина» и «Сургут Ситимол». «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова